В столичном доме музея Зелинского открылась выставка «Мирное небо». Представлены репродукции и оригиналы работ художников из Приднестровья, Молдовы, России, Белоруссии. С подробностями Мария Китаева. У старенького дома в молдавском селе на скамейке сидит пожилой мужчина с детьми и внуками. Глава семьи держит в руках пилотку сына и рассматривает его первую звездочку. Эту картину, говорит директор музея, можно смело назвать главной на выставке. Здесь представлено сразу три поколения. Ветеран войны, его сын, который только начинает службу, и мальчик у папы на коленках. Такая выразительная и многоговорящая работа, на которой представлено три поколения. Старший, средний и младший. Она такая, что называется, основная доминанта, основная идея, концепт выставки. Здесь как раз и проявлен, что это передача поколения того, что было, с тем, чтобы поколение это ценило и продолжало эту работу. Здесь и портреты приднестровских фронтовиков. Это ветеран Владимир Громов из Тирасполя. Он воевал пулеметчиком на 2-м Прибалтийском фронте. Был и ранен, и контужен. Сейчас ему 94. Рядом портрет Михаила Кислицкого. Он, будучи мальчиком в войну, до 44-го года пробыл в оккупации. А после освобождения родного села в Одесской области сам был призван на фронт. Освобождал Дубасары. Кроме того, ветеран сам был художником. В этом году его не стало. Он таким серьезным бывал редко, он чаще улыбался. Но когда возникали такие серьезные военно-исторические темы, он к ним относился с бесконечным уважением, понимая, что это то, что часть его жизни. На его выставках были как раз портреты ветерана, его товарищей. И что хотелось сказать, что вот как раз преемственность оценки того, в чего значила война, еще и в том, что вот следующий портрет ветерана Громова – это работа его внука Андрея Петкова. На выставке в доме музея Зелинского 19 картин. Все они рассказывают о военных событиях, людях, послевоенных годах. Все это – часть большой, четырехтысячной коллекции Государственного художественного музея. Мария Китаева, Леонид Мостак, ТСВ.